Дмитрий Ильенко приехал на соревнование издалека из Москвы. Он объясняет, вот это устройство специально предназначено для того, чтобы метать оранжевые диски мишени. Вылетев с большой скоростью, мишень будет много раз менять траекторию и умение попасть в нее – настоящее искусство. Начинает планировать уже на воздухе. На нее может играть ветер, встречный, боковой, плотность воздуха. А потом, когда она устанет планировать, она начнет разворачиваться и как-то медленно падать. Каждый стрелок имеет навыки, где ему лучше стрельнуть. Когда начинают мелькать оранжевые диски и звучать выстрелы, понимаешь, всю эту огромную работу стрелок проделывает в доли секунды. В этом и есть особая спортивность стрельбы и в то же время проверка и развитие охотничьего мастерства. Идущие под разными углами и с разной скоростью мишени имитируют разного рода дичь. Или зайца, или уток, или гусей. Разные расстояния, разные абсолютно полеты. Это вид спорта очень интересный, захватывающий. На чемпионатах мира по несколько тысяч человек собирается. Впрочем, почти 100 человек, что приняли участие в нынешнем кубке, по словам организаторов, это тоже немало. Важно и то, что сами соревнования помогают не только возродить важный вид спорта, но и повысить уровень охотничьей культуры. Ведь по данным Краевой Минприроды, с начала года в крае произошло три несчастных случая из-за неосторожного обращения с оружием. Один охотник случайно убил рыбака, приняв его за бобра, другой спутал человека с лосем, а третий вовсе пустил шальную пулю в приятеля. У нас ежегодно мы прирастаем по владельцам оружия более полторы тысячи. Им где-то надо тренироваться, проходить какое-то обучение. Ну и просто почувствовать прилив определенной энергии, приехать, выехать не на озеро, непонятно, что там делать и как, а просто приехать и здесь вот тренироваться, душу отвести именно по стендовой стрельбе. По итогам соревнований победителями Кубка Сибири стали стрелки из Новосибирска, Омска, Москвы, Барнаула. Но организаторы уверяют, это лишь начало. Они подали заявку на проведение в следующем году чемпионата или Кубка России, так что есть большие шансы, что уже в следующем году на Алтае пройдут первые стрелковые соревнования всероссийского уровня. Илья Кочетков, Николай Шелко, Наши Новости.